Владимирская область в последние месяцы стала поставщиком троллинга. Это не мои слова, это слова автора самого популярного политического телеграмма страны Незыгоря. 3 мая Незыгорь сообщил почти 40 своим тысячам подписчиков о том, что во Владимирской области то профессора, то учителя проявляют такой недюжинный патриотический креатив, что все дивы даются и пускаются в смех. Владимирскую область Незыгорь называет образцом российского регионального политического театра, а Светлану Орлову упрекает в неграмотном и некачественном управлении. Особенность губернатора Орловой, по мнению автора телеграм-канала Незыгорь, в том, чтобы ни во что не вмешиваться, как бы чего не вышло, на всё закрывать глаза. Где-то месяц назад ровно о том же я говорил, когда рассказывал вам о запрете во Владимире фильмов про Бориса Немцова. Спустя какое-то время и федеральные аналитики заметили ту же самую тенденцию. Итогом такого стиля управления губернатора стало то, что все, цитирую, «играют в зоопарк, только проблема в том, что играют одни, а отвечать приходится другим». После этого автор телеграм-канала Незыгорь вспоминает, откуда появилась в Владимирской области Светлана Орлова. В 2013 году она была назначена исполняющим обязанностью губернатора, когда все уже были уверены, что человек тогдашнего руководителя администрации президента, Сергей Рыбаков, ныне сенатор, точно займет место главы региона. Незыгорь утверждает, что тогда, в 2013 году, Светлана Юрьевна пришла в Владимирскую область не просто так, не сама по себе, а в результате того, что группа Чемизова и Квальчуков, так называются Кремлевские башни в современной России, обыграла группу Сергея Иванова. Авторы телеграм-канала, а скорее всего их заказчики, непрозрачно намекают нам, что выбор в 2013 году был сделан неверно и называют Светлану Орлову слугой трех господ. По их мнению, Светлана Юрьевна одновременно работает с группой Чемизова и группой Квальчуков, не пренебрегает дружбы с Вячеславом Володиным и делает реверансы в сторону так называемых старых чекистов, представителями которых она называет господина Беглова, полномочного представителя президента в ЦФО. Также в статье упоминается активность единороссия Евгения Ревенко, которая, по словам автора, вместе с супругой медийно окормляет Владимирскую область, активно участвуя в придумывании различной движухи. Возможно, автор косвенно намекает, что в том числе и господин Ревенко был соавтором последних событий, которые стали причиной большого количества скандалов с упоминанием Владимирской области в федеральных медиа. Досталось от автора и сенатору Антону Белякову, который назван бывшим бойфрендом Танисийски Марии Шараповой и большим выдумщиком в деле борьбы с российской оппозицией. Единственный положительный во всей этой истории, вернее во всей этой публикации Незыгоря персонаж, Сергей Рыбаков, сенатор Совфеда и некогда претендент на кресло главы региона. Автор утверждает, что Сергей Рыбаков старается активно участвовать в жизни региона и указывает на то, что все необходимые для этого таланты и навыки у сенатора имеются. Так что же это было? Почему самый главный политический телеграмм страны вдруг озаботился судьбой губернатора Владимирской области, судьбой ее кресла и вообще судьбой Владимирской области? Кто-то посчитал, что это заказ, который сделали автора популярного телеграмм канала недопожелательной Светланы Юрьевной. На самом деле, мне кажется, что заказом, по крайней мере, против губернатора Орловой здесь и не пахнет. Если внимательно посмотреть посты в телеграмм канале Незыгорь, можно увидеть, что авторов больше интересуют гораздо более высокие уровни российской внутренней политики, чем кресла конкретного губернатора. Вероятнее всего, источником, а может быть и заказчиком данного материала выступает одна из башен Кремля. И, скорее всего, эта башня Кремля так или иначе связана с Сергеем Ивановым. Возможно, силы, потерпевшие поражение в 2013 году в борьбе за кресло губернатора Владимирской области, решили использовать ситуацию, использовать ошибки Светланы Орловой и взять некоторый реванш. Но я поспешу огорчить противников Светланы Орловой, которые уже радостно потирают ладоши в предвкушении скорой отставки. Скорее всего, в ближайшее время ее не произойдет. Но звоночек достаточно тревожный, потому что, вероятнее, он направлен не на скорейшую отставку губернатора, а на недопущение похода ее на второй губернаторский срок. Напомню, выборы губернатора во Владимирской области запланированы на следующий год. Они пройдут в сентябре. И можно сказать, что предвыборная кампания уже началась. Не так давно Светлана Орлова заявила о своем желании баллотироваться во второй раз и о своей уверенности в такой своей возможности. Косвенным подтверждением того, что публикация нацелена на сентябрь 2018 года, может служить то, что все противники Сергея Рыбакова, все возможные конкуренты про полоска на статье изрядно. И сама Светлана Орлова, и Евгений Ревенко, который набрал некоторые политические очки за последний год, и возможный активный сенатор Антон Беляков представлены в статье крайне негативно. И именно их поведение в предстоящие месяцы даст нам понимание того, как будет конфигурироваться борьба за губернаторское кресло. Однако, если политические скандалы в регионе продолжатся, и маразм по-прежнему будет зашкаливать, не исключено, что решение об отставке губернатора все-таки может быть принято даже до президентских выборов 2018 года. Но, несмотря на то, что сейчас прямых предпосылок к отставке губернатора не существует, если в регионе будет продолжаться история с давлением на молодежь, с давлением на студентов и школьников, если будет продолжаться чиновный маразм, и область раз за разом будет продолжать фигурировать в федеральных политических скандалах, тогда, возможно, решение об отставке губернатора и будет принято до президентских выборов. Конечно, многое будет зависеть не только от того, как будут развиваться политические скандалы в регионе, но и от того, как губернатор будет реагировать на эти скандалы и какое место она будет занимать. Если по-прежнему Светлана Орлова продолжит политику «ничего не вижу, ничего не слышу, значит ничего не было», то история может резко поменять свое направление. В любом случае, можно констатировать, что предвыборная гонка 2018, финишной чертой в которой является кресло губернатора Владимирской области, начата про Владимир, обязательно будет следить за ситуацией и рассказывать вам об этом. Продолжение следует...